Приговор 70-летней Лидии Войтова, обвиняемой в смертельном ДТП на Тираспольском шоссе, и гибели двух людей могут вынести уже 6 мая. А пока же суд частично снял арест авто, в котором в тот злополучный день ехала пенсионерка. Оказалось, у него есть фактический владелец Юрий Казарин, приятель Войтовой. Прокурор был против передачи мужчине авто на ответственное хранение. Все доказательства суд уже изучил, поэтому стороны перешли к судебным дебатам. Прокурор вновь напомнил обстоятельства аварии. И то, что обвиняемой грозит 8 лет тюрьмы. Потерпевшая сторона с обвинением солидарна, но озвучила интересные, по их мнению, совпадения в деле. У меня вызвал интерес квитанция внесения залога. Дело в том, что собственник автомобиля, с которого сегодня сняли арест, и лицо, которое внесло залог, имеет одну и ту же фамилию. Я не знаю, что это за люди, мы с ними не общаемся. Опять же, мое мнение, что автомобиль – это такие вещественные доказательства в рамках этого уголовного производства. Это реально и объективно, поскольку там сохранились следы преступления. Там есть вмятина на лобовом стекле, есть вмятина на капоте. Также потерпевшие просят суд взыскать с обвиняемой полтора миллиона гривен морального ущерба в пользу Александра Никоненко, который потерял в аварии дочь. Сама Лидия Войтова от общения с журналистами отказалась, сославшись на плохое самочувствие. А ее адвокат попросил суд перенести рассмотрение дела для подготовки к судебным дебатам. Продолжение следует...